Добрый день, уважаемые подписчики канала ДВК Медиа. Мы всегда с большим удовольствием рассказываем о каких-то новых проектах, об инновациях. И сегодня у нас в студии Вадим Стожик, который является одним из авторов амбициозного проекта. Вместе со своим напарником Алексеем Резеповым они задумали создать так называемую электронную книгу для людей, имеющих какие-то изъяны по части зрения, то есть для слепых, чтобы они точно так же, как и все остальные люди, могли пользоваться электронными книгами в любом месте, в любое время. То есть это по большому счету такая электронная книга, которую можно брать с собой. Она не громоздкая, помещается в карман, и ее можно всегда достать из кармана и прочитать какую-то книгу. Вадим, как пришла эта идея вам в голову, и почему именно с Алексеем вы задумали это сделать? Ну вообще с Алексеем мы дружим еще с первого курса университета, то есть вместе учились на одном факультете, самолетостроительном, в нашем городе. И ближе к курсу третьем, когда уже стали заниматься какими-то вещами, то есть научились 3D-моделированию, работали в технопарке, при екнагту, и стали появляться идеи о каких-то проектах. И вот электронная книга Брайля была одним из этих проектов. Но так как средств особо не было, возможностей не было, то есть эта идея осталась идеей. И спустя сколько лет, 5-6, мы с Алексеем продолжали общение, то есть он уезжал учиться в Китай, отучился в Китае, потом вернулся в Россию. И мы организовали свое небольшое дело, скажем так, открыли студию по промышленному дизайну ExtraPiLab, занимаемся промышленным дизайном, появились средства и решили вспомнить наши проекты и что-нибудь реализовать. Написали проект, подались на конкурс, умник, прошли отборочный этап, все хорошо, и попали в финал, прошли финал, получили финансирование и начали уже развивать нашу идею. То есть начали уже полностью проектировать сам дизайн, саму форму, расположение кнопок, маршрутную карту, карту пользователя и так далее, все данные элементы. Следующим этапом попался на глаза конкурс GDA, James Dyson Awards, и написали также проект, заполнили заявку, подались на этот конкурс, прошли отбор, стали национальными победителями. То есть довольно неплохой результат для начала проекта, как мы посчитали. Ну и сейчас занимаемся непосредственно разработкой. То есть сначала проработали дизайн, дизайн проверили на людях с ограниченными возможностями, то есть получили от них какую-то обратную связь, вносим постоянные какие-то оправки, ну и работаем дальше, то есть постепенно подходим к прототипу. Вадим, вот вы говорите, что у вас уже готов дизайн, он опробован на людях с ограниченными возможностями, то есть самой начинки пока нет, но ведь премию Dyson Awards просто так же не дают, значит они все-таки увидели какое-то будущее у этой книги. То есть у вас уже есть определенные какие-то заделы, когда можно, или разработана схема техника, или что? Почему все-таки вы выиграли национальный этап этой премии? Как бы дизайн дизайном, а проект проектом. То есть в проекте у нас полностью расписано все, что мы хотим сделать, и как это будет все реализовано. Само собой у нас уже есть все задумки, у нас уже есть, грубо говоря, наша новизна в проекте, которую мы будем патентовать в ближайшее время и приступать к изготовлению каких-то лабораторных образцов для испытания софта. То есть мы отдаем на аутсорс написание электронной вот этой части, то есть разводку платы, потом написание софта и подбор компонентов, потому что всего знать невозможно, и приходится как-то выкручиваться. После того, как нам сделают электронную часть, то есть мы вставим свое ноу-хау, грубо говоря, и получим уже первые плоды или именно рабочие модели. Есть ли в мире подобные образцы? Есть, то есть электронные книги. Название точно не скажу, знаю, одну делали в Великобритании. Она выглядит как большая клавиатура, то есть с собой ее не поносишь, она работает от сети. И очень шумная, то есть мы вот разговаривали с директором библиотеки, который пользовался данной книгой и говорит то, что заниматься с ней некомфортно. Все переключения символов происходят громким звуком, что отвлекает, и ничего приятного в этом нет. Были проекты и от других компаний, то есть которые замахивались на портативные устройства именно, но конечного результата у них мы не видели. То есть были какие-то концепты, были какие-то дизайны, то есть даже разработок корпуса мы особо не видели. В чем основная сложность? Все-таки это такое достаточно ниша не заполнена. Если бы какая-то фирма задалась бы целью, если бы были такие возможности, я думаю, что давно такой аппарат появился бы на рынке. Но почему он до сих пор не появился? В чем главное препятствие? Скорее всего, главное препятствие – это цена. То есть организовать производство, тем более производство для устройства, которое не будет так востребовано, как мобильный телефон, это сложно, то есть это дорого. Но может быть испробованные способы не увенчались успехом. То есть, например, придумали вывод точек, он не стал работать так, как нужно, либо у него запас прочности не тот, который нужен, может быть из строя выходило частный, часто не пришло каких-то испытаний, может быть еще какие-то проблемы. То есть, как говорится, свои проблемы никто не афиширует, поэтому мы знаем, что проекты были, но проекты остановились. То есть зачастую они останавливаются очень резко, то есть идут, идут и пропадают. То есть найти какие-то концы, из-за чего это случилось, мы не смогли. Но вы уверены в своем продукте, что он дойдет до промышленного образца? Как минимум до прототипа он точно дойдет, потому что, опять же повторюсь, мы сейчас заключаем договор на разработку электронной части, дизайн у нас практически готов, то есть остались небольшие какие-то оправки. И в принципе, то есть, ну, также нас связывают условия конкурса «Умник», где мы должны предоставить хоть какой-то лабораторный образец. Поэтому мы очень на это как бы рассчитываем, то есть, ну, и планируем этим заниматься. Хорошо, а что дальше? Доведете вы его до какого-то образца, который будет работать? Дальше вы планируете его продвигать в сторону готового продукта? Естественно, да, планируем продвинуть его в сторону готового продукта. Будем искать поддержку у государства, то есть будем рассчитывать, что государство захочет помочь нам, захочет помочь слабовидящим людям. И будем пытаться это все развивать. То есть, на самом деле, в дальнейшем есть еще и другие задумки, которые можно было приоритетовать именно для людей с ограниченными возможностями. А в чем особенности именно вашей конструкции? Допустим, электронная книга для обычного человека, оно понятно. Там обычные символы вырисовываются на экране, и мы их видим, читаем. Как это происходит в электронной книге Брайля, которая работает на основе шрифта Брайля? Будет программное обеспечение, которое будет устанавливаться на компьютер. То есть, пользователь, само собой, зрячий, будет скачивать или покупать электронные книги в формате FB2, EPUB, далее переносить в программу, нажимать кнопку, грубо говоря, и получать на выходе формат, необходимый для чтения, который уже будет загружаться в электронную книгу. А дальше все, как и в обычной книге. То есть, есть кнопка меню, есть кнопка выбора, есть кнопка сохранения, кнопка закладок и так далее. То есть, нажимается на дисплей, появляются штифты, которые будут имитировать шрифт Брайля. Примерно объем памяти у вашего образца какой будет? В зависимости от флеш-карты, пока рассматриваем до 8 гигабайт. Ну, в принципе, все понимаем, что на 8 гигабайт книг можно закачать несколько тысяч на самом деле. А формат, который будет читать электронная книга, больше памяти занимать не будет. Поэтому, думаю, 8 гигабайт будет предостаточно. Несколько тысяч книг будут располагаться на карте памяти. Если все эти книги издать шрифтом Брайля, примерно какой получится массив этих уже твердых книг? Мы были в Хабаровской библиотеке, видели. Это внушительная стопка, так скажем. То есть, половину моего роста, наверное, только сборник войны и мир. Наверное, это будет достаточно крупное промышленное помещение, забитое книгами. То есть, если вот эти книги, которые помещаются в память вашего устройства, издать обычным тиражом, обычными методами именно для слепых, то они просто займут все помещение библиотеки, наверное. Они займут все помещение, и это будет дороже, на самом деле, чем изготовить книгу. Потому что конвертирование именно в шрифт Брайля, в типографию, у нас стоит достаточно дорого. То есть, цен не знаю, знаю, что дорого. Также есть синтезаторы, которыми слепые, слабовидящие люди пользуются, которые сканируют текст и воспроизводят его звуком. Но, как показала встреча вчерашняя, все говорят, что слушать это невозможно, на самом деле. То есть, грубо говоря, вместо трусов говорят трусы. То есть, ну, вот такие вот вещи, неправильное ударение и подобные элементы сбивают с толку. Вообще, в дальнейшем, то есть, следующим этапом мы планируем все-таки книгу эту сопоставить больше на образовательные цели. То есть, ориентироваться, наверное, больше на детей, которые учатся. Либо студенты, которые учатся, чтобы можно было читать техническую литературу, конвертировать. Потому что для технических элементов, для цифр, для каких-то других вещей используется уже не шеститочечный шрифт Брайля, а восьмиточечный. Чтобы уменьшать объем, пока мы делаем под шесть точек, то есть, под обычную литературу. Если все хорошо, если у нас все получается, то следующим проектом будет, скорее всего, эта восьмиточечная книга. На ком вы уже испробовали дизайн вашего устройства? Мы были в специализированной библиотеке в Хабаровске, приглашали двух людей, получили от них связь. То есть, они ее потрогали, грубо говоря, пощупали, сказали какие-то свои замечания, какие-то свои пожелания. То есть, ну, одно из них это, чтобы устройство было ударопрочным, чтобы устройство было влагонепроницаемым. То есть, расположение кнопок мы немного будем менять, потому что говорят, вот когда мы читаем, нам вот неудобно, если под рукой что-то попадается. То есть, мы их перенесем в другое место, ну, немного вид изменится, но форма останется та же. Что будет в будущем? Есть ли у вас какие-то новые проекты с Алексеем? Или вы уже как бы разбежались в разные стороны? Нет, нет, мы работаем, у нас же своя фирма, то есть, мы всем этим занимаемся. Проекты, ну, проекты есть, но думаю, пока о них прям широко заявлять не нужно, потому что нужно сначала хоть с чем-то разобраться. Дальше будем, то есть, ну, планируем и дальше помогать как бы людям с ограниченными возможностями на самом деле, пытаться как-то развивать это направление. Ну что ж, я желаю вам успехов, поскольку вы все-таки несете большую социальную миссию, я желаю успехов вам как в осуществлении вот этой вашей задумки, так и в ваших будущих каких-то проектов. Пусть они будут амбициозные, а и самое главное, осуществимые, чтобы в нашей стране действительно такие проекты можно было доводить до конкретных образцов и даже до конечного продукта. На этом заканчиваем наше интервью. Смотрите нас, слушайте нас, читайте нас. Всем пока!